ух ты и снова я александр криволад печенек ребята хочу снять видеоролик прогулка по печенеге сейчас я нахожусь возле печенежской восьмилетней школы отсюда начну прогулочку и поедем мы по улице подгорной сторону водохранилище смотрите это наша школа печенежская восьмилетняя школа которая уже два года не работает ребята закрыли нашу школу учителей сократили как всегда для экономии бюджета и школа пустует здесь кругом бурьян бурьян никто не косит а здесь прокушена потому что 21 были выборы здесь был участок ну что ребятка поехали я не потихоньку буду ехать на велосипеде и будем буду показывать улицу подгорную я сейчас выезжаю на улицу на переулок школьный и поеду потихонечку вот видите возле школы по зарастала когда мы учились да даже школа работала здесь был порядок не было этого бурьяна все убиралась все скашивалась поросли поросли были вырублены а сейчас никому не нужно потому что это не моё получается так моя хата с краю я ничего не знаю что же сейчас я сейчас ребята сейчас я выйду на улицу подгорную лужи это всю жизнь была и будет наверное сегодня утром был дождик нас печенье не маленький небольшой опустился а потом перестал мы поедем в левую сторону сторону печенежского водохранилища поехали я буду ехать потихонечку это у нас дорога сплит собачка бегает тук 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 лица подгорная или улица синченко как и сейчас называют улица зенченко честь героя советского союза жил нас зенченко вот его честь назвали улицу переименовали улица подгорная в сторону здесь как всегда заросли бурьяна позарастала никто не просит поехали дальше это никто не живет там это мостик возле улицы садовой заросло все тоже никто не хочет это самый опасный участок когда выезжаешь улица садовая пошла потом когда-нибудь а мы едем в сторону водохранилища по улице енченко голубь попался ну эти туки туки на стыках тук 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 туда ту сторону к полям здесь было очень много молодежи 80-е годы а мы здесь бегали в школу 66 74 год сейчас я подъезжаю к своему дому пакет скоро где я родился держим родился ты в роддоме на поселке починение здрасте там позарастала смотри как заросло здесь мой друг жил в школу ходили николай викторович а в этом доме я живу детстве забегали в школу зенеченко 104 либо зарастало все здесь недострой заросло здесь тоже заросло никто не живет с этой стороны тоже никто не живет позарастало ребят молодежь выезжает старики уходят молодежь уезжает в поиски хорошей жизни мишкин кот трущобы Здесь трущобы, люди умерли, а дом никому не нужен. Вот дорога хорошая, плиты. Это военные плиты положили нам. Хорошая дорога. Только стыки тук-тук-тук-тук. Как на трамвае едешь, так и здесь, по этой дороге. Здесь чистота и порядок, ребята. Улица Шевченко пошла вправо. Здравствуйте. Спасибо. И поехали мы. 136 Зенченко. Здесь хороший заборчик, да? Классно. Это долгострой. Мы еще дедворой бегали. Этот дом строился никак не построят, наверное. На дороге. Ну, собачка обаела. Зенченко 144. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали. Зенченко 146. Поехали, поехали, поехали дальше. Поехали, поехали дальше. Далее. Людей на улице почти нет никого. А кому здесь быть? Молодежи нету, а старики дома сидят. Здрасте. Да, отживает, выживает поселок Печенение, выживает. Лет через пятьдесят, наверное, здесь будут одни трущобы. Потому что при советской власти у всех была работа. Были люди заняты. Сейчас в поселке Печенение. Что? Работа. Один завод Финпрофиль, то там немного. Человек на пятьдесят. А так таргаши. Строй. Ну, куда мы еще поедем, а? Сонночка заховалась и пошел. Угу. Этот асфальт был проложен, наверное, как стала Украина Незалежной. И был, как у нас тогда дародел. Угу. 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 Здесь дорогу никто не ремонтирует. Да потому что машины здесь почти не ездят. Машины не ездят. Ну, что, ребята, я доехал до кладбища. На левую сторону кладбища. Наверное, я буду заканчивать. Может быть, когда-нибудь. Если кто попросит, сниму дальше. Ну, все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволак. Печенеки. Пока-пока. А то дорога пошла на водохранилище. Я когда-нибудь поеду, сниму наш шей водохранилище. Все. До скорого.